Здравствуйте, в эфире программа ФРМЛС. Ну вот, как мы обещали вам в прошлый раз, мы с вами прилетели в Германию, во Франкфурт. Здесь в этот раз обещает нам грандиозное количество премьер. 51 мировая премьера заявлена на нынешнем автосталоне во Франкфурте. Ну а день, пресс-день для журналистов, начался, конечно же, сенсация. Концерт Volkswagen и кузовное ателье Ital Design. Маэстро Джорджетта Жижара представили достопочтенной публике, журналистам и экспертам новую модель Bugatti. Эта машина прячется под этим покрывалом. Пройдет буквально еще 2-3 минуты, и весь мир узнает, что же нового приготовил для любителей скоростных, красивых, шикарных автомобилей Маэстро Джорджетта Жижара. На торжественную премьеру новой модели Bugatti собрался практически весь высший свет мирового автомобильстроения, включая, разумеется, и многочисленную армию журналистов из многих стран мира. И пока у нас есть несколько минут до начала официальной церемонии, давайте вспомним историю марки Bugatti. Итак, в 1881 году в Милане в семье художника Bugatti родился мальчик Этторе. И хотя отец хотел, чтобы он стал также художником, но Этторе выбрал свой путь. Уже в 14 лет он построил свой первый троицикл, в 17 лет открыл собственную компанию по производству троициклов, ну а затем, конечно же, и автомобиль. За свою жизнь Этторе Bugatti создал немало уникальных автомобилей, поражавших инженеров и механиков из многих стран мира своими революционными конструкторскими решениями. Но, увы, Вторая мировая война, а затем и смерть Этторе Bugatti в 1947 году привели к тому, что марка Bugatti исчезла с автомобильного небосклона. Правда, неоднократно предпринимались попытки возродить марку Bugatti. Одна из последних связана с итальянским предпринимателем Романо Артиори. В конце 80-х годов он приобрел права на марку Bugatti и за короткий срок сумел наладить производство мощных спортивных автомобилей. Первой моделью возрожденной марки Bugatti стал в 1991 году спидстер Bugatti AB110. Машина оснащалась 12-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра с четырьмя турбозаряжателями мощностью 600 лошадиных сил. До сотни 110-й разгонялась за 3,5 секунды, а максимальная скорость превышала 350 км в час. Несмотря на очень высокие скоростные характеристики, AB110 с точки зрения внешнего стайлинга была создана в стиле так называемого промышленного дизайна, который был достаточно далек от стиля и традиций марки Bugatti. Поэтому разработку следующей модели Bugatti с цифровым индексом 112 Романо Артиоли поручил к кузовному ателье Итал Дизайн и маэстро Джорджетто Джижар. Предложение создать новую модель Bugatti, говорит маэстро Джижаро, было для меня эмоционально волнующим решением, так как, во-первых, это Bugatti, и во-вторых, в 90-м году я работал уже над прототипом Bugatti ID90, в котором, как художнику-дизайнеру, мне не совсем удалось передать дух и традиции марки Bugatti. Поэтому я с радостью согласился создать новую 112-ю модель. Но, к сожалению, для диктата Романа Артиоли по многим вопросам внешнего стайлинга был до того высок, что от первоначального замысла в готовой 112-й модели осталось не так уж и много. Ну и, кроме того, финансовые проблемы Романа Артиоли привели к тому, что он вынужден был объявить себя банкротом, а марку Bugatti и новейший завод впустить с молотка. Казалось, что вновь легендарное имя Bugatti исчезнет надолго с мирового автомобильного Олимпа. Однако, концерн Volkswagen в начале 1998 года покупает марку Bugatti, а уже осенью этого же года на парижском мотошоу представляет новую модель Bugatti 118, созданную маэстро Джорджета Жижа. Об этой модели мы вам уже подробно рассказывали в одной из программ, посвященной парижскому автосалону. Поэтому давайте оставим ее в покое и вернемся на франкфуртское мотошоу, где уже все готово для официальной премьеры новой модели Bugatti 18-13 Keron. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Новая модель Bugatti 18-3 Keron, согласитесь, выглядит просто великолепно. Каждая линия, каждый элемент архитектуры внешнего стайлинга буквально излучает красоту и гармонию. В отличие от предыдущей 118 модели, Keron смотрится более жестко и несколько агрессивнее, что и неудивительно, так как, проектируя эту модель, Цержета и Фабрица Джижара основывались на стиле моделей спортивных Bugatti, произведенных до военной поры. Именно в 20-х и 30-х годах были созданы Этторе Bugatti лучшие спортивные машины, одержавшие немало побед на скоростных треках автодромов. И за рулем этих машин сидел один из лучших пилотов того времени, Луис Керон. Поэтому неудивительно, что эту модель руководство концерна Volkswagen решил назвать Керон, соединив таким образом в одной модели два мировых имени – Этторе Bugatti и Луис Керон. Ну и разумеется, подобный автомобиль просто обязан был иметь уникальные ездовые характеристики, и надо отдать должное, инженеры и конструкторы в этой модели выложились на все 100%. Сложная многорычажная подвеска не только великолепно гасит любые неровности дороги, но и сохраняет высокую устойчивость и управляемость автомобиля во всех диапазонах разгона и при прохождении быстрых виражей. Ну а то, что Bugatti и Керон может ездить весьма быстро, сомневаться, в общем-то, в мупо. На этой модели устанавливается V-образный 18-цилиндровый двигатель объемом 6,3 литра, мощностью 555 л.с., катапультирующий Bugatti до сотни всего лишь за пару секунд, а максимальная скорость машины заваливает далеко за 300 км в час. Работает над этой моделью, говорит фабрица Жижара. Было достаточно сложно, так как, во-первых, марка Bugatti очень особенная и требует от дизайнеров ювелирного соотношения спортивности и особого классического стиля, придающего машине элегантность и изысканность. И, во-вторых, работать с отцом ответственно и трудно, так как у нас в процессе работы появлялись разные идеи, порождавшие некоторое противоречие. Но мы их обсуждали и приходили к согласию, когда видели, что та или иная идея самая лучшая и самая красивая. Так что никакого диктата со стороны отца я не ощущал. Это была чисто творческая работа, в которой мы старались воплотить весь свой творческий потенциал. Работая над любой моделью автомобиля, говорит Джорджетто Жижара, дизайнер должен всегда чувствовать характер машины и, отталкиваясь от этого, должен создать такой внешний стайлин, чтобы он подчеркивал технические возможности машины, ее мощь, ее динамику, а не только безудержную фантазию художника. К примеру, приступая к работе над этой моделью, мы поставили перед собой цель сохранить дух Бугатти, а для этого необходимо было принимать во внимание всю предыдущую историю этой марки. Машина должна была быть спортивной, но в то же время и классической. Поэтому за основу внешнего стайлинга мы взяли технику чистой линии, придающей машине и простоту, и особую элегантность. Эта модель не подходит молодежи или тому, кто любит яркие пышные формы. Эту модель можно сравнить с красивой и элегантной женщиной, в которой все гармонично, просто и красиво. Нет ничего вызывающего, нет ничего слишком. Несомненно, маэстро Джорджетто Жижара и его сын Фабрицио создали действительно очень красивый и стильный автомобиль, в котором дух и традиции Бугатти получили новое развитие. Ну а дальнейшая судьба модели Керон теперь уже полностью зависит от концерна Volkswagen, так как характерной особенностью кузовного отеля Ital Design, говорит маэстро Жижара, является тот факт, что мы никогда не проектируем модели автомобилей, трудные для производства. Любую нашу модель можно тут же запускать на конвейер. И очевидно, в ближайшем будущем произойдет встреча модели Бугатти Керон с первыми покупателями. Во всяком случае, на столь радужные перспективы настраивать пример предыдущей модели Бугатти. Весной этого года руководство концерна Volkswagen заявило, что после незначительных изменений Бугатти 118 запускается в серию под цифровым индексом 218. Столь быстрое решение о запуске этой модели в серию, в общем-то, понять можно. Дело в том, что концерт Volkswagen сегодня стремится резко поднять свой имидж, чтобы подчиснить секторе среднего класса машин и бизнес-класса своих соотечественников из концерна BMW и Mercedes. Но имидж у этих марок достаточно высок, а вот Volkswagen продолжает оставаться только народным автомобилем. И попытка предложить покупателям автомобилям даже представительского класса с эмблемой Volkswagen на капоте сегодня граничит, в общем-то, самоубийством. К примеру, в этот раз во Франкфурте немцы представили свой концепт D, в котором явно ощущается стремление Volkswagen бросить вызов модели Mercedes S-класса. Роскошный седан с королевским уровнем комфорта и V-образным 10-цилиндровым двигателем смотрится действительно прекрасно, и судя по уровню выполненных работ, эта модель уже готова стать на конвейер. Но, похоже, руководство концерна Volkswagen прекрасно понимает, что богатые покупатели представительского класса машин еще не готовы сесть за руль шикарного автомобиля, у которого на капоте красуется все-таки эмблема народного автомобиля. И чтобы изменить имидж марки Volkswagen, немцы и купили, в общем-то, марку Bentley и Bugatti, рассчитывая, что эти громкие имена локомотивом втянут имя Volkswagen в элитное семейство престижных автомобилей. Не случайно и в Париже, и во Франкфурте перед представлением новых моделей Bugatti руководитель концерна Volkswagen Dr. Peach сначала демонстрировал новую модель Volkswagen и только потом Bugatti, таким образом стараясь связать обе марки в одно целое. И, более того, в новом концепте D, созданном в противовес Mercedes S-класса, явно угадывается мотиву Bugatti 218. Особенно это хорошо заметно по общему силуэту и организации архитектуры задней части машины. Модели Шакерон, мотивы 218-й, или точнее сказать, темы Bugatti, имеют более глубокое развитие. К примеру, форма фальш-радиаторной решетки у Керона такая же, как и у 218-й модели, но с единственной хромированной линией, посередине дающей начало центральной линии, проходящей по капоту крыши и задней части автомобиля. Форма передних и задних габаритных огней у Керона такая же, как у Bugatti 118. В виде широких полос, придающих особую динамику стайлингу машины. Однако в серойной версии 118-й, получившей индекс 218, форму габаритных огней немцы почему-то решили изменить. В итоге задние огни получили форму легкого овала, а передние сократились до капривидной формы, что в общем-то не портит общий стайлинг машин. У Керона же Джорджета Жижара решил оставить динамическую форму габаритных огней, который органично соединяется с яркими продольными линиями, проходящими по всему корпусу автомобиля. От нижнего спойлера до моторного отсека. И казалось бы, во внешнем стайлинге и Керона нет ничего сложного. Простая линия, простой силуэт. Но, как в этой казалось бы простоте, великолепно ощущается особая эмоция, особая красота, особая элегантность. Новая модель Bugatti лишний раз доказывает, что все гениально просто. Но для этого, как минимум, необходимо родиться настоящим гением. Увы, увы, Бог наделил этим даром только несколько человек, может быть, в нашей вселенной, в нашем мире. И один из них Джорджета Жижара. И с его творчеством, творчеством этого гениального итальянца, продолжателя лучших традиций Микеланшева, Рафаэля, мастеровых, а мать, продавая, об этом мы можем говорить, потому что, действительно, это синтооз, это симбиоз, автомобилестроение, мастеровое, искусство, дизайн, это все вместе. Мы будем еще неоднократно вам об этом рассказывать, благодаря, конечно же, пресс-службе Итал Дизайн. Ну, а на этом у меня все. Ну, а на этом у меня все.